Ситуация с COVID-19 уже существенно изменила работу поликлинических служб региона. Стрессовые ситуации, пиковые нагрузки, очереди, жалобы пациентов и шквал звонков с вызовами на дом. Все это потребовало быстрых решений. Да, не все еще получается. Регламенты, стандартные для обычного времени, не работают в режиме цейтнота. И надо перестраиваться. В последние недели нагрузки в первичном звене экстремальные. За прошедшие сутки 1800 звонков только по областному центру. А раньше такое количество было запредельным даже для Белгорода и Старого Аскула вместе взятых. Не уменьшаются и очереди в кабинеты неотложной помощи. Но медики стараются справиться с ситуацией. Как именно, мы увидели сегодня репортаж Дарьи Гатинцевой. В 7.45 водители поликлинической службы Белгорода стартуют от первой поликлиники на своей площадке за мобильными бригадами. К этому времени заявки на вызовы уже есть. Сегодня утром это 15 машин. Ежедневно доходит до 30. Своего штата из 23 экипажей поликлинической службе не хватает. Месяц назад на подмогу пришла городадминистрация. Мне выделяют только количество машин, которые нам необходимы. Мне накануне заведующие поликлиники подают заявки. Это конкретные под узкой специалистов, если есть необходимость какая-то в таком плане. Соответственно, количество машин. Машины те, которые возят врачей по температурным больным, на всякий случай, сами понимаете, дело такое, мало ли кто, как оно может сложиться, обрабатывают, соответственно, там же в поликлиниках. В четвёртом отделении поликлиники на выезд собирается мобильная бригада по работе с ковид-положительными. С собой врач и медсестра берут сменную одежду и медикаменты. В это же время к выезду к обычным пациентам готовится ординатор Александр Соколов. На момент съёмки к 8 утра уже получил 9 заявок. Все пароли явки записал вручную. Потому что так удобнее помечать, где был, кто остался, кому нужно срочно поехать, кому нельзя откладывать. На помощь 4-й поликлиники пришёл Госуниверситет, направив студентов-ординаторов. Сейчас от НИУ БелГУ 52 человека. Один из них – Александр Соколов. Для него это трудовая практика. И он уверен, что это только начало. Месяц я уже на посту. В связи с эпид-обстановкой пришёл на подмогу в поликлиническое отделение номер 4 для того, чтобы поддержать коллег и в сложившейся эпид-обстановке поддержать пациентов. Разные вызовы в зависимости от возраста, от диагноза. Стараемся все объезжать. Сегодня первая точка – улица Новая, 28. 20 минут езды. У мобильной бригады широкий охват медицинских участков. В течение дня врач получает дополнительные заявки через мессенджеры. Сейчас в каждом из отделений есть несколько колл-центров для обычных пациентов и ковидных. Скоро заработает и единый для всей поликлинической службы Белгорода контакт-центр. Он создан на базе Первой городской. Оттуда операторы будут формировать заявки, а уже врачи увидят их на своих планшетах. Ничего не нужно будет писать вручную. Поступил вызов, он сразу адресуется врачу. Кроме того, создание колл-центра позволит организовать на бригаду поступающие вызова, уменьшив логистическую схему, то есть сократив наши перемещения по городу. Очень часто бывает, что пациент находится сейчас на одном участке, доктор выехал туда, а вызов поступает абсолютно в другую часть города. Логистическая схема построена так, чтобы маршрутизация осуществлялась минимальными транспортными человеческими потерями. Главная проблема в самих поликлиниках очереди. Максимальные в утренние часы к 8 утра. В начале осени были случаи, когда пациенты выстраивались еще до открытия на входе и ждали не один час своего приема в очереди на улице. Никто не ожидал визита более 400 человек к 8 часам утра. Поэтому мы разводили в режиме, принимали все. Ситуация была связана с наплывом диагностических исследований. Мы не были, наверное, готовы всем городом к тому, что начнет больше диагностироваться ПЦР-диагностика. Мы стали диагностировать больше, мы стали больше выявлять. Стревоженные граждане более активно пошли. Это было по-хорошему появлением, наверное, ожидаемой второй волны. В шестой поликлинике, чтобы развести потоки, открыли пять кабинетов неотложной помощи. Плюс один работает на закрытие больничных листов. Пациентов в регистратуре делят на экстренных с температурой и на тех, кто пришел на повторный прием или к узкому специалисту. По региону дефицит кадров здравоохранения сегодня 61 специалист. При том, что в последнее время штат поликлиник и ЦРБ уже пополнили 27 человек. Дарья Яготинцева, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Регламенты мирного времени не работают на линии фронта. Давайте быть терпимее к врачам, проявлять понимание их нагрузки, состояние изматывающей усталости. Они делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Наша поддержка – это наша осмотрительность. Маски, как мера предосторожности, и в обычный сезон гриппа не лишние, а уж сейчас тем более. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова